Безответная любовь. Устранение. Отказаться. Не мучиться. Не тратить жизнь понапрасну. Оставаться собой. Искать свою половинку. Мне часто задают вопрос, что делать, если ушел любимый человек, как его вернуть? Как я уже говорил, трансерфинг, в отличие от психологии не занимается лечением проблем. Если вы зададите такой вопрос психоаналитику, ну, скажем так, средней квалификации, он вам распишет целую историю о том, что вы делали неправильно, как вам следовало себя вести тогда и далее, как вам следует изменить себя сейчас, чтобы бросивший вас снова воспылал любовью. Изменить себя, изменить себе, начать вести себя правильно, стать хорошим мальчиком, девочкой, уметь спланировать хитроумную гендерную стратегию. Вам это все не напоминает взлом «я»? Не правда ли, вам не хочется себя менять? Почему вы должны изменить своему «я», чтобы стать достойным любви? Значит, тот, кем вы являетесь, недостоин. А ваше новое «я» уже станет достойным. И почему нужно быть хитрым и владеть умной стратегией, чтобы добиться любви? Влюбляются только в хитрых и умных. Если ты станешь таким, как мне надо, я с понедельника начну тебя любить. В действительности все это прищепки и ловушки социума. У любви принципы совсем иные. Любовь нельзя завоевать. Она возникает сама, спонтанно и необъяснимо. Если для обретения любви нужно измениться, значит, что-то здесь не так. Любовь как цветок. Если она увяла, то расцвести заново уже не может. Последний принцип говорит о том, что любовь надо поддерживать, ухаживать за ней, как за пламенем очага. Не столько пользоваться и брать, сколько отдавать, в первую очередь. Любовь на самом деле большой труд. Но речь сейчас не об этом. Вопрос в том, что вы хотите вернуть, любимого или его любовь. Человека, который ушел, вернуть можно. Но если ушла любовь, вернуть ее уже нельзя. Нужен ли вам ваш любимый без его любви? И что из этого выйдет? Вопрос выбора. В жизни, конечно, все не так просто. И бывают всякие ситуации и исключения. Проблема в том, что любовь, особенно безответная, вызывает помутнение рассудка. А если она безответная, значит, вы в беде. В такой ситуации нужно иметь способность видеть не только сердцем, но в особенности разумом. Должны понимать, что происходит. Когда двое вступают в отношения, они тем самым создают маятник. В этом нет ничего плохого. Напротив, маятник служит стабилизирующим и связующим звеном. Но если один уходит, маятник начинает терзать того, кто остался, чтобы получить свою порцию энергии. И до тех пор, пока тот, кто остался, будет верить, что того другого можно вернуть, ему придется отдавать энергию за обоих, да еще и сверх того, поскольку приходится страдать и мучиться. Если ваш человек ушел, следом должны отцепиться и вы, чтобы маятник не сосал из вас энергию. Для этого необходимо переключить внимание на других потенциальных партнеров. Если этого не сделать, будете страдать. Причем страдать совершенно напрасно. Портить себе жизнь, терять драгоценное время этой жизни. Любовь, неразделенная или отвергнутая с самого начала, тоже очень разрушительна. Любящей стороне в таком случае ничего, кроме страданий, не достается. В таком случае также не стоит напрасно тратить душевные силы и время своей жизни. Надо по меньшей мере иметь достоинство. Ведь односторонняя любовь, как ни крути, штука достаточно унизительная. Ты любишь, а тебя нет. Что-то здесь не то. Ненормально это. Но что именно ненормально? Прищепка дает однозначный ответ. Это ты недостаточно хорош, чтобы быть любимым. Понимаете, как действует прищепка? На самом же деле, как в случае, когда вас бросили, так и в случае с неразделенной любовью, вы просто встретили не свою половинку. Подумайте сами. Разве может ваша половинка вас бросить? Разве может ваша половинка вас не полюбить? Она ведь как раз для того и создана. Люди все разные, но есть пары, которые подходят друг другу, как ключ к замку. Так вот, ваших половинок, с которыми вас может связать любовь, насчитывается в мире не одна, а не две, а многие тысячи. Если кто-то Всевышний придумал любовь, он не мог поступить настолько жестоко, чтобы свести вероятность счастливой встречи к нулю. Ваши половинки где-то бродят по свету. Быть может, совсем рядом с вами. И вас же ищут. А вы в это время растрачиваете свою любовь на чужих. Не глупо ли? Так что вот, не заладилось с кем-то, не надо расстраиваться, ищите свою половинку. Вас бросили? Радуйтесь. Вы избавились от ненужной в вашей жизни обузы. Теперь вы свободны. И у вас появилась возможность найти свою настоящую любовь. Как видите, несмотря на возвышенность темы, подход используется вполне прагматичный. Но что лучше, заниматься страданиями или прагматикой, решать вам. Я могу говорить о таких вещах совершенно уверенно, потому что уже в течение многих лет получаю множество писем и знаю, сколько людей страдают понапрасну, и я знаю, о чем говорю. Одиночество. Устранение. Прекратить битву за любовь. Излучать любовь. Поиском подходящего партнера для отношений и совместной жизни озабочены многие, если не все. Одна половина человечества ищет другую, которая, в свою очередь, занята тем же. Однако, несмотря на широкий выбор, обе стороны испытывают одинаковые трудности. Как обычно кажется, проблема заключается в том, что либо я не соответствую общепринятым стандартам качества, либо он, она не отвечает моим требованиям. Отсюда следует, необходимо и себя менять, и поиски продолжать. А менять себя, ой, как не хочется. А идеал свой, где его искать? Если вам надоела такая ситуация, и вы не хотите испытывать те же трудности, что и у всех остальных, придется пересмотреть свое мировоззрение. То есть, начать мыслить и действовать нестандартно. И для этого не потребуется менять себя или активизировать поиск. Напротив, следует прекратить погоню за птицей счастья. Лучше сделать так, чтобы она сама села к вам на ладонь. Прежде всего, необходимо отцепить от себя прищепки социума и взглянуть на окружающую действительность другими глазами. Вы не обязаны себя менять и улучшать, с тем, чтобы соответствовать критериям любви. Вы не обязаны завоевывать любовь. Это не вражеская крепость. От вас требуется лишь одно – притянуть в слой своего мира свою половинку. Дальше все произойдет и сложится само собой. Любовь рождается сама. Для этого и нужна-то самая малость, чтобы половинки были рядом и обратили друг на друга внимание. Привлечь человека в свой мир можно с помощью техники слайдов. Необходимо систематически крутить слайд, в котором вы представляете свою жизнь с некой абстрактной личностью, вашим идеалом. В определенный момент откроется дверь, появится он, она, дальше дело за вами. Только следует понимать, что недостаточно лишь крутить слайды, сидя в заперти, и просто ждать, что рыцарь влезет в окно или принцесса принесет пиццу. Разумеется, надо бывать в обществе, где есть шанс встретиться с половинкой. Если же с обществом проблемы, и вы недостаточно коммуникабельны, чтобы свободно общаться, можно воспользоваться другой техникой, не пренебрегая и слайдом, конечно. Представляете себя светящимся существом, от которого исходит внутренний свет обаяния и любви. Если хотите, можно еще добавить секса или силы. Ходите с этим намерением и светитесь. Проговаривайте про себя почаще, следующую мыслеформу. Я очень обаятельная личность. От меня исходит внутренний свет обаяния и любви. Люди это чувствуют и испытывают ко мне симпатию. Им приятно со мной общаться. Им комфортно находиться в моем поле. Люди тянутся ко мне. Я очень обаятельная личность. Я излучаю свет любви и радости. Я светящееся существо. Мыслеформу можно также использовать совместно с техникой «стакан воды», которая описана в книге «Апокрифический трансерфинг». Через некоторое время вы обратите внимание, что люди начинают тянуться к вам, как мотыльки. Людей вообще привлекают обаятельные и радостные личности, от которых к тому же исходит некое метафизическое сияние. Но чтобы стать обаятельной личностью, опять же, переделывать и улучшать себя не требуется. Нужно лишь воспользоваться техникой фрейлинга. Здесь я вкратце напомню основные принципы. Вы получаете в своей реальности главным образом то, что находится внутри вас и исходит от вас. Представьте, будто стоите перед зеркалом. Если не хотите увидеть в отражении враждебность, агрессию, осуждение, неприятие, не отправляйте туда соответствующие образы. Хотите любви – любите. Нуждаетесь в помощи, заботе, внимании – помогайте, заботьтесь, проявляйте искренний интерес к людям. Сначала нужно вспомнить людей, которых вы могли бы причислить к обаятельным личностям. При разговоре с обаятельной личностью вам кажется, что ей приятно с вами общаться. Все ее внимание принадлежит вам. Рядом с обаятельной личностью вы чувствуете свою значимость и исключительность. Не только она – интересная личность, но и вы тоже. Обаятельная личность излучает радостное праздничное настроение. Рядом с ней вам кажется, будто вы на празднике. Можно подумать, что обаяние – дар Божий, данный лишь избранным. В самом деле обаяние как внутреннее свечение можно определить следующим образом. Взаимная любовь души и разума. Другими словами, это когда человек живет в полном согласии с самим собой, когда внутри у него все гармонично и согласованно. Такое действительно не всем дано, и к такой гармонии не так просто прийти. Но есть еще и внешнее свечение, которому можно научиться. Ваше обаяние – это в большей степени ваша способность сделать так, чтобы ваш собеседник почувствовал собственную значимость. Необходимо усвоить несколько простых принципов и практиковать их регулярно, систематически, всегда и везде. Ядро личности – это его самоуважение, то есть насколько человек ценит самого себя. Уважая и по достоинству оценивая людей, вы становитесь их кумирами. Общайтесь с людьми так, чтобы они чувствовали собственную значимость. Они будут думать, «Черт возьми, этот человек показал мне, что я чего-то стою». Проявляйте внимание и искренний интерес к людям. Говорите с ними о них самих и о том, что их увлекает. Вам приятно, когда домашние питомцы встречают вас с восторгом. Излучайте такую же радость и восторг от встречи с человеком. Общайтесь так, будто сейчас веселый праздник и будьте всецело во внимании к собеседнику. Хотите произвести впечатление на человека? Не забывайте, что находитесь перед зеркалом. Ведите себя так, будто это он произвел на вас очень сильное впечатление. Не критикуйте людей за то, что они делают. Благодарите людей за то, что они делают. Хвалите их за то, что они делают. Восхищайтесь тем, что они делают. Будьте внимательны к тому, что они делают. Замените, что они делают, на какие они есть и прокрутите весь этот мазохизм еще раз. В этом действительно есть нечто от мазохизма, однако ничего не поделаешь. Вы же хотите научиться обаяния? Не критикуйте людей за то, какие они есть. Благодарите людей за то, какие они есть. Хвалите их за то, какие они есть. Восхищайтесь тем, какие они есть. Будьте внимательны к тому, какие они есть. Особое внимание следует уделить первому принципу Фрейлинга. Откажитесь от намерения получить. Замените его намерением дать. И вы получите то, от чего отказались. Когда вы думаете о том, что нужно вам, люди, так же как и вы, думают о своем. Вы ничего от них не добьетесь. Но как только вы начинаете думать о том, что нужно им, они тут же, будто по волшебству, охотно дают вам то, чего вы хотите. Так работает зеркало. В следующей таблице слева то, чего вы хотите добиться, а справа, что для этого нужно сделать. Вы хотите очаровывать. Что делать? Быть очарованным. Хотите интересно говорить. Что делать? Внимательно слушать. Хотите привлекать внимание. Что делать? Проявлять интерес. Хотите получать помощь. Что делать? Помогать. Хотите добиваться понимания. Что делать? Стараться понять. Хотите искать сочувствие? Что делать? Сопереживать. Хотите искать одобрение? Что делать? Одобрять. Хотите добиваться уважения? Что делать? Уважать. Хотите получать благодарность? Что делать? Благодарить. Хотите добиваться симпатии? Что делать? Проявлять симпатию. Хотите добиваться любви? Что делать? Любить. Каков образ, таково и отражение. Кто не понимает, что стоит перед зеркалом, делает все наоборот. Пытается схватить отражение и, соответственно, ничего не добивается. Что касается любви, вам не удастся влюбить в себя человека с помощью какой-то особой стратегии или тактики. Все, что вы можете сделать, просто любить. Ответная любовь либо воспламенится сама, либо нет. Но какие именно для этого предпринимать действия, не может быть известно. То же самое касается дружбы. Единственное, что может способствовать воспламенению любви, это, конечно, приятное и комфортное общение. Ваши достоинства и недостатки интересуют партнера в последнюю очередь. В первую очередь его интересует реализация своей значимости, которую он получает от общения с вами. Если он это получит, то закроет глаза на ваши явные недостатки и простит ваши слабости. И тогда, как нередко случается, может возникнуть союз, на который будут смотреть с удивлением. Что она в нем нашла? То, что он нашел в ней. И, наоборот, что он нашел в ней. То, что она в нем нашла. И, наконец, последний вопрос. Можно ли влюбиться не в свою половинку? Ответ – можно. Так странно устроен мир. Любовь, как известно, зла. Но, коли уж так случилось, не отчаивайтесь и не убивайтесь. Не кормите маятник, не растрачивайте свою любовь и свою жизнь понапрасну. Ищите свою половинку. Ведь и она вас тоже ищет. Резюме. Когда ситуация такова, что совсем непонятно, как ее исправить и что делать, нужно применять следующий принцип – поставить себе достойную цель и двигаться к ней. Неважно, что было в прошлом и что есть сейчас. Имеет значение только то, чего вы хотите добиться в будущем. Ваше внимание и намерение должно быть целиком устремлено только в будущее. Думая о долгах, вы не сможете их вернуть. Нужно перестать думать о них. Вектор на цель и заниматься делом. Не только вы зависите от реальности, но и она от вас. Вопрос в том, кто перехватывает инициативу. Прищепка социума заставляет вас стать лучшим. Вам надо сменить стереотипную тактику и позволить себе быть не лучшим, а уникальным. Подлинного успеха, как показывает опыт, добиваются те, кто не следует стандартам, а взламывает их. Устранение тревоги и страха. Выйти из состояния ожидания. Наблюдать за собой и идти навстречу. Если страх трансформировать в другую эмоцию, он исчезнет. Не пускайте в свой мир информацию, которая может пугать и тревожить. Выигрывает не только тот, кто выигрывает гонку, но еще и тот, кто не поддается давлению и не отказывается от своей индивидуальности. Поиск своей цели. Прекратить искать. Выйти в позицию наблюдателя. Цель найдется сама. Расширьте свой кругозор. Отправьтесь туда, где не бывали. Посмотрите то, чего не видали. Впустите в свою жизнь больше новой информации, новых впечатлений. Разум должен находиться в позиции наблюдающего ребенка, а не системного аналитика. После того, как душа воскликнула «Да, вот это мое», нужно задать себе вопрос, превратит ли это мою жизнь в праздник. Решение должно приниматься в единстве души и разума. Если найти цель пока не удается, хорошая идея заняться для начала тем, что повысит вашу самооценку и принесет вам удовлетворение собой и своей жизнью. Пути и средства обнаруживают себя сами, если внимание и намерение устремлено к цели, без оглядки на прошлое, настоящее и чужой опыт. Принцип «Допустить недопустимое» состоит в том, чтобы не думать, как это возможно, а полностью сосредоточиться на конечной цели. Разуму совершенно необходимо знать, что допускать недопустимое все-таки разрешается. Если вам говорят «Пойди туда, не знаю куда», «Найди то, не знаю что», но чтобы в итоге получилось нечто обалденное, идите за клубочком и найдете. С мыслями, сфокусированными на конечный результат, нужно начать движение. Формула решения неразрешимых задач – допустить недопустимое, вектор внимания и намерения на цель – начать движение. Если вы до сих пор не гений, то можете им стать. Любовь нельзя завоевать, она возникает сама, спонтанно и необъяснимо. Если для обретения любви нужно измениться, значит, что-то здесь не так. Любовь как цветок, если она увяла, то расцвести заново уже не может. Любовь надо поддерживать, ухаживать за ней, как за пламенем очага. Не столько пользоваться и брать, сколько отдавать в первую очередь. Человека, который ушел, вернуть можно. Но если ушла любовь, вернуть ее уже нельзя. Когда двое вступают в отношения, они тем самым создают маятник. Если один уходит, маятник начинает терзать того, кто остался, чтобы получить свою порцию энергии. Не заладилось с кем-то, не надо расстраиваться, ищите свою половинку. Вас бросили, радуйтесь, вы избавились от ненужной в вашей жизни обузы. Вы не обязаны себя менять и улучшать, с тем, чтобы соответствовать критериям любви. От вас требуется лишь одно – притянуть в слой своего мира свою половинку. Систематически крутить слайд, в котором вы представляете свою жизнь с некой абстрактной личностью, вашим идеалом. Представляйте себя светящимся существом, от которого исходит внутренний свет обаяния и любви. Ходите с этим намерением и светитесь. Чтобы стать обаятельной личностью, переделывать и улучшать себя не требуется. Используйте технику фрейлинга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok